Доброе утро! В эфире новости Лайт. Хороший день начинается с позитивных новостей. Я поделюсь именно такими. Возможно, амичи первыми увидят телепремьеру Левиафан. Не исключено, что дебютный показ нашумевшего фильма Андрея Звягинцева пройдет в эфире нашего телеканала. На большие экраны Левиафан выйдет уже в этот четверг, а после создатели будут рассматривать варианты телевизионной премьеры. В соответствующую заявку канал продвижения уже отправил. Соревноваться с центральными каналами, конечно, непросто, но мы готовы. Напомню, Левиафан был удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Первый в истории российского кино. Власть надо знать в лицо. Чего тебе надо, власть? Вот это все. В Омске появится своя летопись героев. Внести вклад в ее создание может каждый. Если ваши родные или близкие участвовали в Великой Отечественной войне, расскажите их историю, и ее публикуют на сайте проекта, а лучшие увековечат на страницах первого тома книги. Проект организован к 70-летию Великой Победы. Ваши рассказы до 27 марта ждут по адресу омскийгерой55.собакамейл.ру. Кстати, тот, чья история окажется самой интересной, в качестве приза отправится в путешествие по Золотому кольцу. А омский герой Паралимпиады-2014 Григорий Мурыгин пополнил свою коллекцию наград. 19-летний спортсмен, который привез сразу пять медалей с Игры в Сочи, на этот раз завоевал золото чемпионата мира IPC по лыжным гонкам и биатлонам. В американском городе Кейбл Аминч преодолел дистанцию в 12 километров с четырьмя огневыми рубежами чуть больше, чем за 37,5 минут. Григорий не допустил ни одного промаха и опередил партнера по сборной Алексея Бученка и немецкого биатлониста Мартина Флейга. Теперь Григорий Мурыгин трехкратный чемпион мира. И коротко о том, что еще приготовил понедельник. Если вам от 16 до 35 лет и вы отличаетесь литературным талантом, то можете принять участие в конкурсе молодых писателей, поэтов и журналистов «Золотое перо». Тема творческого состязания – 70-летие Великой Победы и юбилея Омска. Прием заявок стартовал сегодня в городском студенческом центре. Лучшие произведения будут опубликованы в специальном сборнике. А в 19 часов в клубе «Ангар» «Сплин» представит публике новый мистический альбом «Резонанс». Концертная программа обещает быть самой интересной за всю историю группы. Кстати, в этом году коллективу исполняется 20 лет. Пока это все. О других новостях расскажем позже. До встречи.